Возвращаясь к нефтяному терминалу. Когда стало понятно, что ПНТ перешел к Васильеву всерьез и надолго, это не всем понравилось в криминальной среде. В 2006-м известный питерский авторитет Кумарин, Кум, нанял рейдеров, которые по поддельным документам пытались через налоговую увезти терминал у Васильева. Самого Васильева при этом решено было устранить физически. В мае 2006-го на него было совершено покушение, его Роллс-Ройс и джип охраны попали под огонь киллеров в центре Петербурга. Киллеров прислал Кум. Васильев был ранен, но выжил. Перевод терминала на других лиц в налоговой тоже удалось заблокировать. Киллеры сели в тюрьму. Туда же в 2007-м отправился и заказчик Кумарин, что вызвало немалое удивление публике. Кум много лет был ночным губернатором города, его никто и тронуть не смел. Да и для путинской команды он был человек не чужой. Ну, совсем не чужой. А если вспомнить, что компальоном и близким товарищем Кума в 90-е был некто Владимир Смирнов, более известный как председатель кооператива Озера. Короче говоря, указание гасить Кума после покушения на Васильева пришло с самого верха. Все готовилось в строжайшей тайне. Только московские следователи, даже спецназ, братья его прислали из Москвы. После ареста его немедленно переправили в Москву, ибо в Питере он мог решить все и со всеми. Естественно, возникает вопрос, а не слишком ли много чудес в биографии Васильева. С приходом Путина он чудесным образом нашел деньги и рассчитался с Трабером за терминал, а это сотни миллионов долларов. Потом он столь же чудесным образом отбился от Кума, а от его наездов в городе ранее мало кто отбивался. И, наконец, после всего этого Кум отправился в тюрьму до конца своих дней. Угроза была устранена радикальным. Объяснение этим чудесам довольно простое. Васильев взял терминал под себя не один. В этом ему помог, финансово и административно, вот этот человек, господин Сечин. За 30% это неофициальная доля Сечина в ПНТ. Само по себе это не новость, что у Сечина доля в ПНТ писала еще новая газета в 2007-м, вскоре после ареста Кума. Самое главное тут правильно понимать, что значит в путинской России доля Сечина. Это все равно, что доля Путина. Когда-то Сечин был начальником секретариата у Путина в мэрии Петербурга. Сидел в приемной и решал оргвопросы. Некоторые берут в секретаршу девушек, а Путин взял Сечина. При Путине президенте СМИ создали Сечину образ серого кардинала России, наделив секретаршу совершенно сверхъестественными качествами. Якобы он там всем вертит за кулисами, включая Путина. Однако это преувеличение. Сечин при Путине как Скигин при Васильеве. Младший партнер и зиц-председатель. Как гаишник на посту. Все, что берет, делится с командиром. Иначе долго не простоит там. Именно поэтому Васильев и ведет себя так нагло. Дворцы, суперкары, а чего ему бояться с такой крышей?